Ребята, всем привет! Вы на канале Семяна Чемодана. Меня зовут Славян. Подписывайся на мой инстаграм, если ты еще этого не делал. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, который будет посвящен немножко Адлера. Пройдемся по улочкам. Покажу вам парк, который здесь находится. Покажу вам пляж, на мой взгляд, он самый лучший, один из самых лучших. Это пляж Огонек. Если у нас получится, мы пойдем на территорию Южного Взморя. Не буду затягивать. Погнали. Итак, ребята, мы сейчас с вами находимся на улице Ленина. Здесь находится частный сектор, такая шикарнейшая кипарисовая аллея, от которой я постоянно кайфую. Смотрится это очень и очень офигительно. Как вам? Посмотрите, как это классно. Особенно на машине здесь ездить прям очень-очень приятно. В эту руку здесь начинается парк. Здесь еще пока не все открыли. Вот, например, колесо обозрения, да, оно пока закрыто. Что здесь есть? Вот такая схемка. Какие аттракционы здесь есть? Вот, можете поставить на паузу ознакомиться. Но, повторюсь, открыто еще далеко не все. Давайте сейчас прямо здесь прогуляемся по территории и отправимся ближе к пляжу. Есть, значит, веревочный такой парк. Лебеди какие-то, пустое колесо. И дальше тропинки углубляются в парк. Немножко покажу вам по ценам, да, что будет видеть. 230 рублей в полторы минуты. Вот такая вот каруселька. 230 рублей. Ну да, Тёмка, вот всего лишь одну минутку. Вот, Тёма постарше, он уже понимает, в смысле? Одну минутку 230 рублей. Ну да. Есть такой бассейн. Туда запускаются вот эти всякие лебеди, драконы и просто катаются. Ну, конечно, электромобили, да, прокат. Вот такой вот есть прокат. Здесь, видимо, будет какой-то паровозик стоять, который тоже пока устанавливается. Большая, достаточная территория. Видите, вот много чего ещё строится, что-то будет. Интересная такая, сделали, видите, мини-АЗС, да, чтобы больше погрузить ребёнка в процесс катания на электромобиле. Ну, конечно, понятно, всякие шарики, бросание бананов, тиры. Это всё такая нечто классика. Есть комната смеха, есть настольный теннис, что-то там футбол какой-то, не знаю. Установлена сцена, детская игровая комната, там тоже тир. Значит, какие-то такие вот огороженные территории, дом страха, зеркальный лабиринт. Ну, короче, куча, куча всего на различные возраста. Вот, видите, смотрите, 90 рублей 3 минуты, вот эта карусель. Вот эта карусель 3 минуты 60 рублей. Весёлые горки 220 рублей 3 минуты, 60 рублей, 140 рублей 3 минуты, 60 рублей 3 минуты. Ну, вот примерно такая вот история по ценам. Как здесь будет в июне, в июле по ценам, не скажу точно. Приедете, сами узнаете. Ещё у нас наступило прям лето, я надеюсь, с этого дня, что будет всегда тепло, у нас пора фотографироваться. И если нам сегодня позволит вода в море, то мы обязательно с вами покупаемся. Посмотрим, насколько прогрелась водичка в море, какой здесь заход на огоньке. Давно здесь мечтаю покупаться, так как было межсезонье, конечно, в воду не полезу. Ладно, погнали дальше. Какой огромный Кипарис. Короче, друзья, вот такой вот парк. Ваше мнение, как всегда, пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Южное взморье, вот это вот, за забором. Здесь, значит, смотрите, как из лайфхаков, но будьте всегда на чеку и осторожны. Здесь вот так вот вдоль дороги можно поставить машину. Вообще там висит знак, типа эвакуация, но после прерывистой линии, я думаю, что можно поставить, ну, выезда, вот этот выезд. Мы вот так запарковались, прям вот под знаком. Надеюсь, обойдется, все будет хорошо. Здесь открылась уже, смотрите, магазинчик пекан какой-то, столовая, патис, патиссон. Вот, мы здесь не кушали, рекомендовать не буду, но если вы будете в этих краях или кто был уже здесь, пишите в комментариях. Вот, видите, такая территория. Кто-то мне написал, что, мол, великолепный, что это отель, санаторий, типа, как в Турции, 5 звезд, Санилайм. Вот такая вот, ребята, здесь аллея. Это называется улица Ромашек, да, чтобы могли ориентироваться, будем называть это улицы. Очень много палаток здесь открылось, и здесь еще открыли платную автостоянку, вот, легковые автомобили, первый час 100 рублей. Последующий, последующий 50 суток, 300, ну, кто на газели, да, 150, но даже грузовые автомобили можно припарковать, 200 рублей будет стоить. Ну, в принципе, по ценам. Пойдем, пацаны. В принципе, по ценам недорого. Вот он, въезд на эту парковку. Хорошо, тепло. Уже прям чувствуется сезон, но вот в Адлере всегда здесь людей поменьше, так поспокойней, как говорится, да, можно еще дышать. Но я думаю, что буквально через три недели эта улица будет забита просто туристами, ну, учитывая, что вот пляж, насколько мы относимся к пляжам Адлера, вот этот пляж, он реально классный. Сейчас дойдем, все вам покажу. Ну, здесь все просто туристические палатки. Еще, ребята, мне здесь очень нравятся вот эти деревья. Они сейчас распустились, а вот в межсезонье, например, в том же марте, в апреле, феврале, они, короче, просто лысые и белые. Я вообще думал, что они не будут распускаться. Я думал, просто-таки будут стоять белые, без листочков, просто даже намеков, что будет вот так вот, вообще не было. Так, мы с вами уже подходим к пляжу. Кстати, вот здесь в межсезонье можно было заехать прям вот на вот эту парковку, здесь не было шлагбама, а сейчас вот они воткнули. Кстати, вот по ценам бургер 190, еще бургер какой-то 160, хот-доги по 150. Вот, по ценам вот столько. Здесь пока ничего не работает, а тогда вот такая вот есть кафешечка. Причал 353, есть кому нужно, да? И вот такие вот летников, это уже пооткрывались уже, правда, загруженность в них пока нет. Самокатный шеринг по вашим услугам, все функционирует. А вот так вот мы с вами проникнем на территорию... Из моря, я надеюсь, нас пустят. Вот он пляж, классный, большой, песочек, галька, все в одном месте. Пляж-огонек. Здесь, конечно, что-то сливается, видимо, ну, как она, ливневка, правильно. Ну, пойдемте смотреть. Ну, и как всегда, да, ну, вот сюда... Спасибо за заботу о заботе. Удивляемся, видите, да, бесплатный туалет, и все, и все закрыто на замки. А как быть беременным женщиной? Ну, я не знаю, Настенька, не знаю. Может быть, там где-то установили. А еще здесь очень низко летают самолеты, поэтому на дроне полетать тут не получится. Аккуратный спуск для колясок и пошел на стил. Есть переодевалки, есть душевые, кафешка. И море, это штиль, штиль, ребята. Сейчас немножко погреемся, пройдемся и будем купаться. Вот они души, кафе Три Пятерки, по-моему, еще тоже не функционировало. Кафе Волна тоже пока не работает. Тут даже ребята что-то еще устанавливают. Ты тут пойдем подачи? Да, пойдем. Ты тут что? Нет, пойдем по этому. Теневой навес тоже пока они не установили. Но я думаю, что в ближайшее время, конечно, все здесь сделают. Людей пока немного. Это, конечно, радует. Видите, лежаки пока все стоят. Но здесь еще не все открылось. Даже получается, вот эта локация, Саповская, она еще не функционирует. Спасатели. Здесь из интересного. Вот поставили детскую такую большую комнату. Здесь, короче, вот видите, все готовится, уже все завезли, но еще пока нет никакого проката. Вот она детская комната. Пока не функционирует. Конечно, не знаю, как здесь будет в пекло детям находиться. Ну, может быть, как-нибудь сгоняем на разведку. Даже по ценам не скажу, видите, еще ничего не работает. А-ля волейбольная площадка. Видимо, тоже, возможно, когда-то заработает. Здесь есть гостевые домики. Точнее, это называется пансионат. Золотой огонек. Вот они, да? Вот эти номера. Ну, интересно, да? И вот такая пошла набережная. Широкий, классный, большой пляж. Как вам пляж, ребята? Пишите в комментариях. Я вот тут решил подойти к душу, посмотреть, что за душ. А в душе даже нетлейки. Вот я не знаю, то ли они просто еще не установили, то ли так интересно будет. В общем, пройдемся сейчас с вами вдоль по всему пляжу, чтобы вы четко понимали весь размах огонька. Вот, потом искупаемся и попробуем попасть на территорию Южного взморя. Но не обещаю, что у нас это получится. Я там увидел, там охрана стоит. Не знаю, может быть. Хотя вообще пляжи должны быть полностью открыты. Я вот тут ходил в Сочи по тропе здоровья. Там вот многие пляжи, они вообще перекрыты. И попасть вообще нельзя. То есть там прям забор калитки. Я даже разговаривал с охранником. Он сказал, нет, вход только по пропускам для отдыхающих. По мне так это нарушение, да? Которое, ну, так нельзя. Все должно быть открыто. Поэтому нам предстоит попасть на взморе и посмотреть, как там. Я, в общем, все их оставляю. Настенька много не находит. Вот, а с вами отправлюсь. Я покажу сейчас набережную. Да, здесь вот видите, идет набережная. Есть даже вот такой отель Лавзурь. Четыре звезды. Кто отдыхал в этом отеле, напишите, пожалуйста, свое мнение. Как вам? Да, круто, что первая линия, конечно. Но как там внутри? Очень было бы интересно почитать. Поэтому пишите. Номера видовые. Видите, как прям на море. Тут вот они установят зонты. Вот в этих красных трубах. Все уже подготовлено. Такая терраска. И вот лежаки уже стоят. Осталось только все установить. Перилки тоже все покрасили, подкрасили. А тогда, когда ходил, думал, подкрасит он они, не подкрасит. В итоге, да, все оккультуривают. Молодцы. Вот такой вот пляж продолжается. Вот еще отели. Это уже отель Эдемп. Три звезды. Так, здесь установили вот такую какую-то постройку. Я не знаю, что будет. Возможно, какое-нибудь типа аля кофе. Спуск. Я, кстати, тогда тоже говорил, что идет резкий обрыв. Нет. Они тут сделали песок, получается. И для колясок теперь очень удобно. Как ориентир, да, это вот просвещение. 104А. Есть десятевой домик. Огонек. И снова такая же вот детская площадка, как и установлено там. Вот. Но она тоже пока не функционирует. Вот такая вот купольная история. Открылся бар. Вот с такими, видите, диванчиками. С великолепным видом на море. Пока здесь ничего нету. Видимо, здесь будет какая-то столовка. Мангал-выпечка, шаурма 200. Качакури 400 рублей. Шашлык 120. 100. Вот. Примерно вот так вот по ценам. Делос-отель строится. Блин, великолепный вообще, конечно. Пошла туда туристическая улочка. Проход. Вот еще один спуск на пляж, но почему-то закрыт перегород. А, потому что тут строится все, видите? Открыли прокат саббордов. Есть лавочки с видом на фанеру. Пансионат-охотник. Вот, кому интересен этот пансионат, знайте, что он здесь находится. Вот с таким видом. Слушайте, ну и, конечно, я вот прям респект даю ребятам, тем, кто следит за пляжем. Потому что вот эта штука была в таком и вообще ужасном состоянии. Мы тут ходили. Вот эти гидромассажи были тоже все ржавые, ужасные. А сейчас посмотрите, как они сделали классно. Все выкрасили, зашкурили. Блин, ребята вообще молодцы. И завезли какие-то новые лодки. Я не знаю, их, наверное, потом на воду спустят. И здесь будет прокат. Но то, что вот это оккультуривают, это прям вообще молодцы. Красавцы. Вот здесь, видимо, будет такой ресторан. Прям на мосту. Да, очень клево. Ну, а тут пока все так себе. Ну, хотя нет, уже работает. Но людей там, ребята, пока нету. А тут вообще пусто. Посмотрите, вот если дальше получается пройти, да, то вот тут вообще, о, разгуляй просто. Смотрите, как свободно, как прекрасно. Сравните это с эмеретинкой, посмотрите выпуски эмеретинки, да, и оцените, насколько этот пляж кайфовый широкий, с песочком, родная галька. Да еще и такой вот малолюдный. Есть медпункт, даже есть салаты, сэндвичи, молочные коктейли. Но, судя по надписям, сделано это в виде такого корабля. Фото зона классная. Лежаки. Ну, пока, видите, почему-то пока ничего не расставляется. Также здесь грандиозная такая стройка проходит. И все туристические палатки пока закрыты. Давайте посмотрим сам пляж с вами. Покажу. Не закрыли. Правда, они вот эти все трубы. Ух, песок вообще. Вот тут классно. Ну, пока тоже не покрасили. Ну, возможно, они это сделают, а возможно, это не требуется. Давайте подойдем сейчас с вами к морюшку. Посмотрим на заход. Мне очень интересно, какой здесь заход. Сейчас дойдем до конца этого пляжа, а потом искупаемся. Ну, вроде вода нормальная. Да и заход относительно Эмеретинки, мне кажется, будет плавный. Не зря же он считается таким детским, где отдыхают дети-спортсмены. На этом огоньке, видите, плавно уходит, если вам видно. Мутноватая, конечно, вода еще. Цвет не прям вау. Ну, в принципе, наше побережье, допустим, с тем же крымским побережьем, конечно, вообще не сравнится. Вот так это выглядит. Здесь такой частный сектор, да, за забором получается. Интереснейший вход-выход на пляж. Видите, надо подпрыгивать так. Самолет полетел, про что я вам говорил. Много здесь самолета. Ну и, собственно, ребята, все. Дальше там река, уходит туристический проход в ту сторону. Вот такой вот пляж. Пойдемте, короче, купаться. Ну что, друзья, давайте попробуем воду. Что-то мне подсказывает, что она ледяная. Слушайте, я не знаю, она вообще холодная. Вот она была на днях теплая, а сейчас она холодная. Вот мы купались на пляже Бытха. Она теплая была, может быть... А что это такое-то? Что так ледяная? Ни хрена себе! Сколько? Сколько я секунд стою? У меня уже ноги свело. Поэтому она ледяная, она не холодная. Она ледяная. Ни хрена себе. Короче, быстро ныряем, и все, я выбегаю. Не-не-не-не. Сколько? Я не знаю, 12 или она снова 11 стала вода. Все, раз, два, три. Пошли! Нет, это жесть. Вода сегодня не наша. Вообще леденющее. Ай! Я не знаю, почему она сегодня такая, но это жесть вообще. Она вообще леденеющая. Меня нахочло. Она не особенного. Она не осталась. Ладно, по традиции, давайте второй раз заходим, ныряем, и пойдемте на взморе. Раз, два, три, поплыли! Так, а теперь пойдемте взморе. Ну что, вот он проход. Видите, транзитный проход на пляж Чайка это. Вот так вот мы сейчас в джинс. Пройдем, ну, заодно что-нибудь посмотрим. Пойдем, пошли! Пост охраны. Часы работы, лечебный пляж, сектор П, катамаран убрали. Здесь, видите, техника только прошлась. Вон, виден трактор. Это, получается, территория вот этого всего взморья. В общем, здесь все так делится на сектора. Вот, получается, да, сектор П, сектор вот это Е, вон там сектор Д. Ну, кому вот интересно будет, там, может, вы решите здесь отдыхать. Получается, на территорию, на саму мы как бы не пройдем, потому что вот везде сидят охранники, они охраняют. Но, в целом, вот можно понять, как выглядит пляж Южного Взморья, кто решит здесь отдыхать. Здесь вот везде вот эти, видите, таблички? Шикс, транзитный проход, пляж закрыт. И вот такая территория для тех людей, которые здесь. Вот так вот перекрыли все лавочками. Есть информационное табло, воздух, вода, но ничего не видно. Такие интересные у них матрасики на лежаке. СССР. Но, и, о, кстати, и набережная тоже таким же цветом, видите? У них, короче, стиль. Видите, они на стиле. Короткие такие бетонные шутковины уходят в море. Есть, кстати, здесь очень интересная такая спасательная вышка. Видите, как она сделана. Прикольно. Детская площадка! Да, вон Родион правильно кричит. Детская площадка в тени с такими старинными соснами. Гляньте. Но все за решеточкой, за такой. Нет, нам сюда не пройдешь, Родион, только для отдыхающих. А как такое люди там? А вечерком она подсвечивается, видите, вот эти вот гирляндочки висят. Это только те, которые там отдыхают. И вот табличка «Лечебный пляж». Да. Здесь даже есть такая табличка, смотрите. Этот сектор пляжа отведен для VIP-гостей с номерами люкс. Вот так вот. Тут, кстати, на каждом входе сидит охранник. Я не знаю, может быть, они даже и не пускают на пляж. Ну, мы не стали туда спускаться. И вон туда уходит, видите, такой туннельчик на пляж «Чайка». Вот так вот все за забором. Заборы-заборы, кругом забора. Вот такая вот территория Взморья, Южного Взморья. Что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Пишите свои комментарии, как вам с моря, как вам пляж «Огонек». Ставьте лайк и делайте репосты в свои социальные сети. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok